Александр Олегович Курзанцев. Избранный по неволе. Пролог. Я сидел в рабочем кабинете в управлении Инквизицией, заполняя очередные бумаги, коих набралось весьма прилично за время нахождения в очередной командировке, когда меня вызвали в кабинет к главному. Когда я появился на пороге у начальника городского управления, на меня сразу устремили пронзительные взоры два до боли знакомых субъекта и один субъект, до этого момента неизвестный. И это не считая самого Дзиконтры, который также сверлил меня не менее острым взглядом, что и остальные. Помедлив секунду, я спросил. И что я опять сделал не того? Мы бы и сами хотели знать, буркнул начальник управления, после чего произнес. Присядем, господа. В ногах правды нет. Господами были. Сам глава Академии, миссер Архимаг. Затем правая рука Верховного Инквизитора, брат Дезариус. И, севший по другую сторону от стола, важного вида мужчина, коротко отрекомендовавшийся послом Империи в Матриархате Темных Эльфов. Что тут забыл этот фрукт, я поначалу не понял. «Ну-с, начнем», — произнес Деконтра на правах хозяина, покосился на меня. «Для вновь прибывших сообщаю, что нам было направлено предложение от Матриарха Гаморий, главы всех Темных Эльфов, о проведении переговоров с Империей». «Да», — включился в разговор посол, — «тема переговоров указана максимально размыта. Единственное понятно, что это напрямую связано с текущей деятельностью Империи. Единственное, что указано конкретно, — это чтобы на переговорах присутствовал инквизитор Ширяев». Тут все снова дружно посмотрели на меня. «А что вы так смотрите?» Я развел руками. «В душе, не разумею, с чего их выбор пал на меня». «В Академии Павел с Темными Эльфами не контактировал», — глубокомысленно заявил, оглаживая бороду Архимак. «Со светлыми — да, с вампирами — да, с делегацией султана — да, а вот с этими, насколько я знаю, нет». «И как ты их пропустил?» — буркнул нарочито грубо начальник управления. «Прямо не похоже на тебя». «Может, потому, брат Гоул, что они ничего не замышляли против Империи?» Я чуть наклонил голову. «Вполне возможно», — вклинился в разговор Дезариус. «Вот только все равно непонятно, почему именно ты». Я пожал плечами, ничего не ответив. Мне и самому это было неизвестно. Дальше пошло обсуждение нюансов взаимоотношений Империи и Матриархата, которые мне было откровенно скучно слушать, потому что в дебри политики лезть не было никакого желания. Наконец, наговорившись, все трое замолкли, обдумывая сложившуюся ситуацию. Как я и предполагал изначально, вся их говорильня ничего не дала, и к общему мнению относительно меня они так и не пришли. «Так, может, не будем гадать?» — предложил я. «Просто поедем на эти переговоры и там все узнаем?» Дезариус хмыкнул, посол возмущенно фыркнул, а начальник управления тяжело вздохнул. «Тебе поговорка, кто предупрежден, тот вооружен, ничего не говорит?» «А вам, что первой жертвой любого боя становится плана этого боя?» — вернул я в ответ. «Ладно, давайте препирательство отложим на потом», — снова произнес замглавного. «К сожалению, нам ничего не остается, как последовать совету нашего брата Павла и отправляться в неизвестность, будучи готовыми ко всему». «И когда надо будет ехать?» — уточнил я. «А вот прямо сейчас», — произнес брат Дезариус. Коротко кивнул архимагу, и тот, взмахнув жезлом в левой руке, засосал нас всех вчетвером в пространственную воронку, чтобы бесцеремонно выкинуть из нее спустя секунду перед здоровенным дворцом. «А поаккуратнее нельзя было?» Поморщившись, я поднялся с брусчатки. Привыкли дрова возить. Отряхнул одежду и принялся осматриваться. «Судя по развешанным везде штандартам, прибыли мы во дворец владыки всея империи императора. Каменные стены вздымались вертикально ввысь на несколько десятков метров. Различные башни и огромные здания, словно каменные великаны, окружали нас, заставляя на их фоне чувствовать себя мелкими букашками. Верхушки башен венчали острые, блестящие золотом на солнце шпили». «Внушает», — уважительно покачал я головой. «На тех, кто оказывается здесь впервые, впечатление производит очень сильное», — произнес Кхан, блестя очками. «Потомно впечатляетесь», — буркнул посол. «Пойдемте, делегация темных скоро будет здесь». «А давно они это предложение по переговорам направили?» — спросил я у брата Дезариуса, пока мы споро поднимались по широким ступеням к возвышавшимся впереди воротам. «Да уж две недели как», — ответил тот. «Две недели решали, сказать мне или не сказать». Я покосился на зама Верховного, но тот вопрос проигнорировал. «В зале, где должна была появиться делегация темных эльфов, нам выделили левую сторону длинного стола, где в конце стояли штандарт Империи и знамя Матриарха на древках. Сесть сразу не дали, мол, по протоколу нельзя. Поэтому минут пять мы скучали, опираясь на спинки высоких кресел, пока, наконец, противоположные двери не распахнулись, и оттуда не появилось четыре темных эльфийки и один темный эльф, видимо, какой-то помощник. После взаимных приветствий мы сели друг напротив друга и дружно, с любопытством, стали разглядывать оппонентов. Эти темные эльфийки не отличались таким вызывающим поведением, как те, что приезжали учиться в Академию. Но оно и понятно. Там сопливые юнсы, едва первую сотню лет разменявшие были, а тут явно дамы минимум тысячелетней зрелости. Впрочем, их интерес к своей персоне я почувствовал. Те или не считали нужным скрывать его или преследовали какую-то свою цель. Уважаемые госпожи, обратился к ним посол. Мы здесь сегодня собрались, чтобы обсудить условия переговоров между империей и матриархатом, касающиеся дальнейших взаимоотношений между нашими двумя странами. Меня вы уже знаете. Это, посол повернулся к хану, член Верховного Совета Империи, Верховный Маг, Архимаг Зорак Хан. А это, мужчина указал на нас с братом Дезариусом, представители Священной Инквизиции, заместитель Верховного Инквизитора брат Дезариус и старший Инквизитор Ширяев. Матриарха и Трист, представилась самая главная темная эльфийка. Со мной Матриархи Диемур и Систелин. Затем, не дав имперскому послу вставить слово, твердо произнесла. «Мы здесь только для того, чтобы объявить...» Тут вся наша делегация дружно замерла, потому что такими словами и таким тоном обычно объявляют начало войны, но Матриарх сумела удивить, продолжив, что темные эльфы покидают этот мир. Территории, ранее принадлежащие Империи, будут считаться переданными обратно, как только уйдет последний темный эльф. Все находящееся на этой территории имущество, кроме того, что мы заберем с собой, также будет считаться переданным Империей. Матриархат надеется, что такие условия послужат гарантией о ненападении Империи до момента исхода темных эльфов, и со своей стороны обязуется оставляемые территории не подвергать тем или иным негативным магическим воздействиям. А также прямо или косвенно наносить землям вред до момента передачи. «Если можно,» посол прокашлялся, «не могли бы вы сообщить о причине исхода?» «Наши маги обнаружили отдаленный мир, более подходящий нам для проживания и не имеющий развитой разумной жизни», ответила Матриарх. «И вот не поймешь, правду говорит или нет. лицо эльфийки в этот момент было абсолютно каменным, ни единой эмоции не прорвалось наружу. Но вряд ли бы они просто так бросили то, что строили целое тысячелетие, и вряд ли бы так сильно испугались Империи, чтобы спешно сбегать. Поэтому версию про благоприятный мир со скрипом, но можно было принять, как более-менее достоверную». Немного пошушуковшись с архимагом, посол вновь взял слово. «Уважаемые матриархи, окончательный ответ будет вам предоставлен в течение нескольких часов, но предварительно никаких препятствий для соблюдения обозначенных условий нами не усматривается. Единственный вопрос». «Какой?» спокойно переспросила Аэтрист. «Зачем вы настаивали на присутствии старшего инквизитора Ширяева?» Все тут же снова посмотрели на меня. «Внадцатый за эту встречу раз». А затем матриарх ответила, пристально глядя мне в глаза. «Затем, чтобы убедительно попросить уважаемого старшего инквизитора после исхода нас не искать, а во время исхода воздержаться вообще от каких-либо действий, даже в теории, способных повлиять на перераспределение магических сил в мире». Портал требует очень тонкой настройки. «Мы и так полтора года заново пересчитывали баланс сил после того, как демонический план был уничтожен. Потом еще полгода искали, чем заменить недопоставленные гномами материалы. Затем был магический всплеск после инцидента на вашей границе со светлыми, который уничтожил половину заполненных и уже готовых накопителей. Поэтому от лица Верховного Матриарха прошу». Эльфийка встала, повернулась ко мне и под удивленными взглядами остальной нашей делегации обозначила легкий поклон, договорив. «Старший инквизитор, дайте нам спокойно уйти. Пожалуйста, ничего не предпринимайте и вообще не приближайтесь к нашим границам. Пожалейте наш народ. Мы никогда не стремились поработить или уничтожить людей. Нам просто нужно было немного места, чтобы выжить». Вот тут я почувствовал себя неловко. Хотел было заикнуться, что с демонами и гномами это вовсе не я, причем если с последними я хоть рядом был, когда их гора схлопнулась, то к демоническому плану и близко не приближался. Но посмотрел в глаза остальным эльфам и понял, что не поверят. Больно красноречивые были взгляды. Брат Дезариус не сильно ткнул меня ногой под столом, и я, спохватившись, поднялся и чуть хрипло отчего-то слегка волнуясь ответил. «Я не испытываю ненависти к вам и вашему народу и постараюсь тоже, в свою очередь, ничего, что бы могло вам помешать, не делать». Я покосился на зама Верховного Инквизитора и тот незаметно кивнул, подтверждая, что я сказал то, что нужно было сказать. «Ну, а темные эльфы...» Мне показалось, что они как-то облегченно выдохнули, стоило мне произнести это в ответ, но настороженность так до конца и не ушла. Да и я сам, если честно, был не уверен до конца. Вольно у меня специфическое было везение. «Ну, постарался я убедить сам себя. По крайней мере, я не буду им пытаться мешать сознательно». но иondo – это по крайней мере. О.